Новым документом главный санврач страны распорядился не пускать на работу невакцинированных граждан, которые работают в сфере оказания услуг населению. Это различные магазины, парикмахерские, обменные пункты, спортивные залы. Среди прочих также значатся банки второго уровня, центры обслуживания населения и отделения Каспочты. В перечень также попали объекты культуры и здравоохранения, образовательные учреждения. Список довольно большой, с полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Минздрава. Беспрепятственно работать могут лишь те, кто вакцинировался от коронавируса, а также те, кто имеют постоянные медицинские противопоказания и переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев. И все же новое постановление санврача Киясова прямо не запрещает работать тем, кто выступает против вакцинации, но им придется каждые семь дней сдавать ПЦР-тест, причем делать это за собственные деньги. Но стоит ли оно того? Эксперты в один голос заявляют, что пандемию может остановить только массовая вакцинация. Человек, который вакцинировался, его иммунная система уже готова. У него выработаны антитела и, соответственно, уже организм при встрече с вирусом будет реагировать соответствующим образом. Иммунная система будет подготовлена. Человек, который просто переболел, здесь уже лотерея. Причем лотерея может быть от легкого бессимптованного течения до тяжелого течения с ИВЛ и летальным исходом. Этим же постановлением предписано руководителям предприятий и организации всех форм собственности в срок до 15 июля провакцинировать своих работников первым компонентом, вторым – до 15 августа. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.